Эфир телеканала ННТ продолжает новости Дагестан в студии Зуфра Алиева. Здравствуйте, я и мои коллеги расскажем о главных событиях к этому часу. Путешествие во времени. В Махачкале открылся передвижной музей с эффектом присутствия поезд Победы. Диагнозы учебе не помеха. В образовательном центре Академия Знаний проводятся бесплатные занятия для детей с синдромом Дауна. Сочетание ударной и борцовской техники. В Каспийске прошел чемпионат Дагестана по ушу Саньда, который собрал более 150 спортсменов республики. Житель Махачкалы вместе с тремя друзьями организовал похищение мужчины. По версии следствия, ранее у пострадавшего произошел конфликт с супругой подозреваемого. Выяснить отношения с обидчиком жены злоумышленник решил не один, а в сопровождении своих друзей. Продумав план, соучастники выследили мужчину и насильно увезли на окраину Каспийска, где в течение нескольких часов бильярдным шаром и кием наносили ему побои. В результате пострадавший был госпитализирован. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Принимаются меры к задержанию сообщников двух жителей Каспийска и жителей Шамильского района. Возбуждено уголовное дело. Произошел конфликт бытовой, семейный, драка была. У жены на кассе получился инцидент с незнакомым человеком и вот оттуда все пошло-поехало. И чем все закончилось? Закончилось тем, что мы по рукам дались человекам, нормально разошлись. Ну, сейчас я здесь. Вы знали, что вы находились в федеральном розыске? Ну, я предполагал. Как мы уже сообщали в наших выпусках, на прошлой неделе в Сунтинском районе в селе Хибиатлия в результате пожара полностью сгорела местная школа. Здание было построено в 1980 году и в ней обучалось почти 60 учеников. Председатель правительства Булпатах Амирханов провел совещание, на котором была рассмотрена возможность возведения нового образовательного учреждения. В частности, предложено рассмотреть вариант строительства школы модульного типа. Амирханов поручил определить проектную мощность объекта и объемы финансирования. В настоящее время в селе Хибиатли работают специалисты МЧС. На место направлены специалисты испытательной пожарной лаборатории для определения возможных причин пожара. Проработан вопрос временного размещения обучающихся в здании администрации сельского поселения и школы-интерната. В мэрии отреагировали на просьбы матерей о ремонте территории детских садов. В РИО начальник управления образования Марат Ибрагимов выехал на место и в ходе осмотра территории и беседы с руководством образовательной организации было решено провести капитальный ремонт дворовой территории. Работы будут включены в план текущего года за счет региональных или федеральных программ. Необходимо благоустройство площадки, где мы находимся. Мы в ежедневном режиме отслеживаем социальные сети и все те обращения, которые поступают на имя главы города, главы республики, мы будем отслеживать, мониторить и, конечно же, принимать решения сообщать для того, чтобы наши дети могли заниматься в комфортных условиях. В Махачкаре состоялось открытие передвижного музея «Поезд Победы» – первой в мире инсталляции с эффектом присутствия, размещенной в движущемся поезде. Зайдя в этот музей, словно попадаешь в то далекое время, когда у всех была одна цель – разбить врага. Вагоны, предметы и даже пейзажи за окнами времен войны. Подробнее расскажет Асиль Манапова. Сегодня мы увидим с вами мир, которого нет. И узнаем, каким он был 75 лет назад. В каждом из семи вагонов совершенно разные инсталляции. Путешествие во времени в «Поезде Победы» начинается с весны 1941 года. Полный вагон довольных и счастливых людей. Каждый едет по своим делам. В отпуск, на каникулы, в командировку, на работу. О том, что скоро будет война, никто не знает. Но скоро все изменится. Во втором вагоне уже везут людей в эвакуацию. Неизвестность. Прочь от родного дома. В вагоне уже не слышен смех. Напряженные молчания и мысли о страшном будущем. Новобранцы и народные ополченцы едут на фронт. В руках почти у всех место атрибутов мирной жизни – винтовки. А самая страшная часть выставки – это товарный поезд, который немцы загоняли военнопленных, как скот, и везли их в концлагеря. Мы знаем все эти события, которые сегодня были здесь. Но когда все это идет в инсталляции и по хронологии тех событий, которые проходили, это особенное впечатление. В музее представлен и санитарный вагон. Во время войны врачи делали операции раненым солдатам прямо на ходу. Благодаря труду медиков были спасены десятки тысяч жизней. Эта часть выставки стала самой любимой у юных посетителей из Махачкалы. Больше всего мне понравился вагон, где проводили операции, потому что там санитарный вагон, где проводили операции, потому что там проводили операции очень сложные на ходу, когда подзвон колес поезда. Впечатление у меня просто глобальнейшее, потому что нам показали войну со стороны кондуктора, со стороны человека, который пережил это все и видел вот в каждом вагоне, это каждая отдельная история. Здесь есть и санитарные вагоны, и банные вагоны. Мы видим войну от начала до ее конца. И лица, вот эти вот восковые лица, восковые фигуры, они каждый раз меняются, все каждый раз новое. Мы когда только вошли, мы сначала испугались, потому что они ведь нечеловеческие, немножко по-другому выглядят. И было немножечко страшно, а потом все дальше и дальше, нам все больше нравилось. Больше всего запомнился санитарный вагон, потому что там, и там рассказ был такой интересный про человека, который потерял и ноги, и руки. Впечатление просто великолепное, нам все очень понравилось. В вагонах появляется эффект, которого не добиться ни в одном стационарном музее. Вместо окон тут видео, переснятое по хронике о военных лет. По всему маршруту посетителей сопровождает аудиогид. Все это помогает окунуться в ту атмосферу, и каждый может представить себя на месте этих людей. Мои впечатления заняло начало войны, когда только начались эти переживания людей, страдания. Но сейчас мы находимся в вагоне радости, где все закончено. В общем, в принципе, мне все понравилось в этом вагоне. Эти реалистичные манекены, иллюстрации. Последний вагон трофейный. Они выжили и возвращаются с победой. Но как сложится их жизнь? Что будет дальше? Смогут ли они стать счастливыми после пережитого? Об этом заставляет задуматься и пара, сидящая в обнимку, но почему-то на их лицах нет улыбок. Чтобы хотя бы от счастья объяснить причины этой грусти, достаточно рассмотреть их более внимательно. Напомним, поезд-музей пробудет в Махачкале до 16 февраля. Всего он обидит 72 города России. Асель Манапова, Мурат Битбарсов. Новости ННТ Махачкала. Теперь каждый может принять участие в преображении нашей столицы. Здесь состоялась презентация проекта экосистемы Махачкалы, инициированного мэром Салманом Дадаевым. Главная цель – реализация пункта предвыборной кампании «Воссоздать зеленый щит города». В ходе презентации на обсуждение были представлены концепции развития Ильтавского леса и набережной Каспийского моря, в основу которых включены результаты анализа социокультурных и экологических исследований, предложения и идеи жителей на городском проектном семинаре. По словам участников, проектом занимаются молодые и компетентные специалисты из команды мэра, и в работе они учитывают мнение жителей. Сам процесс обсуждения всех проектов развития общественных пространств в любом регионе – это суперкруто. И отрадно, что Дагестан как раз встал на этот путь, и это уже третье обсуждение Ильтавского леса и набережной. И такое обсуждение было Родопского, Бульвара, еще нескольких площадок. Это прям замечательно, и замечательно, что мэрия не просто это проводит для галочки. Они первые, собственно, в Дагестане и начали, да, это первая территория, которая это проводит. Важно, что они не для галочки это делают, они действительно слышат, обсуждают, просят других проектировщиков подключаться. Это как раз залог успеха всегда, потому что, ну, понять, по какой дорожке человек ходит, да, привыкло местное население. Ну, без местного населения не получится. Мы хотим, чтобы каждый житель чувствовал, что это делается именно для них. Каждый житель принимал участие в этом проекте, и непосредственно в дальнейшей реализации они нам помогали за контролем качества в том числе. У нас идет преобразование отношения к самему проектированию, к реализации проекта, вплоть до подборки материалов, как это будет, какой запрос от жителей у нас на эту часть. Поэтому такие мероприятия мы будем масштабировать. Для Махачкалы это новая формация, для Махачкалы это новая такая парадигма новых ценностей. То есть мы привыкли последние 30 лет жить в одной системе, сейчас эта система показывает свою неактуальность, да, она показывает свою неработоспособность. И вот такие проекты можно относиться с воодушевлением, можно относиться скептически, но то, что они есть, то, что уже вот мы слышим какие-то голоса, какие-то планы, что люди говорят о каких-то переменах, Я думаю, что за этим будущее города, будущее города как туристической точки, как туристического центра в Дагестане. И я, во всяком случае, настроен очень оптимистично, как горожанин. В Дагестане откроют три новых обувных предприятия. Об этом сообщил в Рио заместитель председателя правительства республики Батыр Имеев. В настоящее время в республике в этой отрасли задействовано порядка 20 тысяч человек, а объем официального производства уже превышает 2 миллиона пар обуви в год. Открытие новых фабрик позволит создать в Дагестане новые рабочие места и увеличить поступление средств в республиканский бюджет. Напомню, регион является одним из лидеров в стране по производству обуви. В образовательном центре Академии знаний проводятся бесплатные занятия для детей с синдромом Дауна. Проект инициирован и реализуется Всероссийским общественным движением «Матери России» по Махачкале и благотворительным фондом «Солнечные дети». На сегодняшний день у фонда более 200 подопечных, с которыми в центре планомерно проводится работа. Для них организованы развивающие занятия. Психологи работают с детьми и с их родителями. Присоединиться к проекту могут все желающие. Уроки проводятся каждые выходные. 500 изданий в подарок. Дагестанский Минац провел акцию «Международный день дарения книги». Идея этой даты родилась в 2012 году у английской писательницы Эммы Перри. Ежегодно от 14 февраля его отмечают более 40 стран мира, включая Россию. В Дагестане акция проходит уже в третий раз и по традиции в ее рамках Министерство по национальной политике и делам религии Республики раздает жителям столицы и гостям города книги дагестанских авторов на русском и на родных языках. Активисты даже зашли в пункт вакцинации на площади и подарили книги медикам в знак благодарности за их работу. Это совершенно молодой такой праздник. Берет свое начало с 2012 года. Английская писательница Эмма Перри решила всем показать, что надо любить не только людей и признаваться им в любви, надо признаваться в любви и книгам тоже. Смысл праздника совершенно простой. Просто нужно подарить книгу дорогому для вас человеку или же обменяться этими книгами. Но особенная книга в этом году – это книга Фазу Камзатовны Алиевой. Это «Рай под ногами матерей». Почему именно решили мы подарить книги Фазу Камзатовны? Так как этот год юбилейный, 90 лет великой дагестанской писательницы. История пророков для детей. Муфтия Дагестана издала учебник для школьников. В книге кратко и доступно повествуют о нравственных качествах посланников Всевышнего, упомянутых в Коране. При составлении учебника использовали как отечественную, так и зарубежную литературу. Объем книги составляет более 100 страниц. К ней прилагается рабочая тетрадь. В рабочей тетради тоже задания, различные задания, к примеру, в виде тестов, в виде кроссвордов на пройденные темы, в виде устных каких-то заданий, например, там описать такое-то событие, такую-то историю, в виде письменных заданий. В конце книги предоставляется возможность ученику написать проектную работу, иметь в виду, например, написать небольшое сообщение об истории жизни того пророка, чья история больше всего впечатлила ученика и так далее, и другие задания. К работе привлекали специалисты, к примеру, педагогов, у которых педагогический опыт более 20 лет. Различным людям, специалистам и психологам давали начитку на проверку и так далее, советовались по поводу цвета, как подобрать для учебника и так далее. И о спорте. Более 150 ушу-сендаистов республики сошлись на чемпионате Дагестана в Каспийске. Соревнования посвятили памяти командира полка, ополченцев села Губденка Рабудохкенского района Магомеда Саламова. С триумфаторами пообщались наши корреспонденты. Курбан Рагимов продолжит тему. Широкий арсенал ударной и борцовской техники. Поединки в полный контакт. Чемпион Европы Саладин Абушев принял вызов за день до чемпионата, но был готов к любому повороту событий. Победа в Каспийске стала для воспитанника Булата Гаджиева третьей на республиканских соревнованиях. Теперь спортсмен из Карабудохкента идет за третьим золотом чемпионата страны. Честно говоря, готовился к другим боям по профессионалам. Там соперник снялся. Вот и пришлось по любителям хотя бы продышаться. Вот результат упорных тренировок. Если для титулованных уши-сандаистов чемпионат Дагестана стал проверкой сил, то для многих других он служит трамплином. Это возможность пройти отбор на чемпионат страны. В острой конкуренции свои силы пробуют порядка 150 спортсменов. Лучших определяют в 11 весовых категориях. Таких турниров у нас много. Мы побольше стараемся приурочить наши чемпионаты даже как раз таки к памяти людей, которые что-то сделали для республик, оставили наследие, оставили историю, оставили свой вклад. Поэтому сегодня этот турнир мы видим, пришел прекрасно. И столько участников, столько людей, которые здесь, любители спорта, которые здесь находятся, кому-нибудь безразлично. Все они здесь поддерживают. Умение бить и валить, но оставаться при этом на ногах. Дагестанская школа уши-санда подарила миру немало ярких и зрелищных бойцов. Муслим Салихов свои навыки успешно применяет в ММА. В лиге UFC пятикратный чемпион мира идет на серии из пяти побед и входит в топ-15 лучших полусредневесов. Это мой вид спорта. То, что я делаю в октагоне, это то же самое, что я делал вот здесь на помосте. Просто я все адаптировал под ММА, то, что обычно делал в этом виде спорта. Лишнее убрал, что-то добавил, что должно быть. И как бы это реально стиль уши-санда, то, что я стараюсь показывать в боях. Лучше других на этом чемпионате Дагестана выступили спортсмены из Махачкалы. На счету воспитанников столичных спортклубов четыре медали высшей пробы. На одну меньше у спортсменов из Кизляра. Турнир в Каспийске открыл новые имена, которые, несмотря на молодой возраст, вполне способны заявить о себе на всероссийском уровне. Это мое первое выступление по взрослым. В этом году перешел. Провел два упорных поединка. Было очень тяжело. Соперники были хорошие. Следующим стартом для дагестанских уши-сандаистов станет чемпионат СКФО. Соревнования пройдут в марте в Махачкале. Курбан Рагимов, Магомед Расул Магомедов и Шамиль Курбанов. Телеканал ННТ. Каспийск. Смотрите нас на нашей странице в Инстаграм, а также на сайте ннптв.ру. А у меня на этом все. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!